Мы продолжаем изучать основные эстетические категории, и в прошлый раз мы с вами дошли до ключевого в истории Европы момента, это декартовский поворот в отношении субъекта. Знаменитая фраза «мысль, следовательно, существую», в которой мы определили, что никогда нельзя выяснить, какое из этих расщепленного «я» мыслит, а какое существует. То есть вместо доказательства самоочевидности «я» декартов, в общем-то, показал невозможность доказательства «я», в принципе, как такового. Но выяснили, что на самом деле всем незаезженная фраза «коги, тэр, гасун» появляется достаточно поздно. Это авторский перевод французской фразы. Она звучит «же пенс, донг, же суис», то есть получается «не существую, а если». Это немножко не то же самое, да? «Мысль, следовательно, есть». И вот эту формулу, это я вам даю ее же в диагроническом измерении, то есть «время, много, развертывание». Лакан интерпретировал весьма забавно, так как получается «выщепленное я» – одно мысли следует, другое подтверждает факт существования иного. То есть мыслящая и существующая. И он ее разворачивает в двух векторах мысли, следовательно, не существую, существую, следовательно, не мысли. И из этой фразы, из этого принципиального раскола субъекта пополам проистекает весьма специфическое явление, которое мы с вами определили как разделение акта и содержания высказываний. То есть впервые в истории акта, содержания и высказываний открываются и больше не могут встретиться. Потому что действия отдельно, слово «отдельно», означающее «отдельно», «отдельно». И, соответственно, более не играют роли бинарная оппозиция. Потому что бинарная оппозиция, получается, заложена в самом любом означающем. То есть если до этого важнейшую роль в истории эстетики играла оппозиция, ну, например, прекрасного, безобразного, теперь она уже не работает. И бы то, и другое включено в категорию «прекрасного баллителя». И в качестве основной, базовой, уже не оппозиции, а пары, ибо они не оппозиционные, выходит на свет прекрасное и возвышенное, с которым мы и будем в сей день работать, ибо вот в такой ситуации, в ситуации расширпленного субъекта мы пребываем в сей день. То есть это наша современная ситуация. Касательно разделения, содержания и акта высказывания, в русскоязычном дискурсе есть достаточно мало работ, я посоветую одну, на мой взгляд, самую яркую, самую лаконичную. Она просто блистательно решена, при том, что так же, как и семинары лакана, это устная речь. То есть это изданы именно лекции, снятые с аудиозаписи. Они просмотрены автором, там есть небольшие правки, я слышал лекции и читал эту брошюру, там есть небольшие изменения, но они незначительные. В принципе, это устная речь. Совершенно потрясающий текст, который, не скажу проще, я вам проще и не буду дать. Но значительно более многогранно предлагает ту проблему, которую я считаю для всех, кто сейчас работает со словом, является самой важной. Это разделение акта и содержание рассказа. Это самая актуальная тема, которая сейчас будет вообще, в принципе, только по-моему. Соответственно, дегавр у нас умирает ровно в середине 17 века, 1650 год. И обратите, понимание того, что в эстетику может быть включено нечто пугающее в качестве эстетизированного, чем и станет возвышенное, произойдет менее чем за 50 лет. То есть это именно следствие в прямом смысле этого слова. То есть до этого никогда ничего подобного не было. И для этого нам придется перенестись с континентальной Европы в Европу в островную, и про все действие будет происходить в Великобритании или Англии. И первый наш персонаж, о котором мы сегодня будем говорить, это Джон Деннис. В каком-то смысле ваш коллега, критик, отчасти публицист, даже грамотух, ибо тогда одно без другого достаточно редко могло существовать. Чем он примечательен? В конце 17-го столетия, а конкретно в 1693 году, Джон Деннис публикует материал, в котором описывает свои путешествия по Альфам. И если раньше, в принципе, всегда прекрасное было тем, что так или иначе согласуется с разумом, это то, что он пишет, восторг, который согласуется с разумом, это одно из чувств, которые посетило его, глядя на великолепные пейзажи Альфы. Вот примерно вот такое можно было бы описать в категориях восторга согласованного с разумом. Это в чистом виде прекрасное. Такого у нас было до этого миллион. Начиная с античной грехи. Но есть и нечто прямо противоположное. Что для нас это является важным? Он говорит о том, что было иное чувство. Это то восхищение, которое смешивалось с ужасом, а иногда даже с отчаянием. Вот такого раньше не было. То есть ужас никогда восхищение не вызывал. То есть он не эстетизировался. Здесь идет эстетизация ужаса. И это и станет основой для появления категории возвышенного. Да и есть еще эти категории не пользователь. То есть слово он этого понятия не употребляет. Он лишь описывает то, что спустя шесть лет был назван возвышенным. Повторю, слово возвышенное уже тогда существовало. Но использовалось для величественного. То есть можно примерно так представить то, что ведет Деннис в качестве ужасающего. ужасающего как эстетизированного. То, что будет нами называться возвышенным. Но если вы будете рядом находиться, думаю, оно не может не испугаться. Следующая наша фигура, которая, собственно, уже эту оппозицию вводит. Хотя, повторюсь, эта оппозиция не по типу взаимоисключения. То есть прекрасное и возвышенное, непрекрасное и безобразное. Прекрасное и безобразное, так эта оппозиция осталась. Возвышенное и низменное, так она и осталась. Просто, повторюсь, начиная с Декарта, они не работали. И в одно включено, в три года. Доковор. Следующая персона это Джозеф Аддисон. В данном случае вообще, наверное, ваш прямой коллега это, во-первых, один из самых первых в истории журналистов, а во-вторых, самый грубый того времени журналист. Ну, с ним поспорить мог только, наверное, Дефолт, автор Реализованных Руизов. Кстати, Аддисон тоже был в то время весьма и весьма котирующийся как творческая личность. Его трагедия «Катон» достаточно часто ставилась в начале этого 17-го столетия. Но он нам интересен не как драматург, не как поэт, не как публицист, он нам интересен одной единственной своей эстетической статьей, в которой он высказывает следующую мысль. Он сравнивает возвышенное с беспредельным. А вот это очень важно. То есть, возвышенное уже не как величественное. Величественное просто нечто большое. А беспредельное это то, что не может быть охвачено по его форме. То есть, самая святая святых эстетики, форма. То, что было положено во главу угла, в общем-то, растворяется в безграничности. Он также обращается к описанию Альп и говорит о том, что они наполняют разум приятным видом ужаса. это в общем-то уже такая весьма смелая заявка по тем временам. То есть, мы видим, как ломается многовековая структура эстетической насы. Ну, вот, допустим, Альпы, которых можно наблюдать, возвышенное как то, что невозможно охватить взглядом. То, что теряется в облаках, например, то, что теряется в снежной буре, и у которого уже нет очертаний, но именно вот это стирание очертаний и вызывает эстетический восторг. Причем экстатического типа. И возвышенное может не иметь формы. Но, как вы понимаете, лавина формы не имеет. Это просто то, что дало в динамике. Она вызывает определенные эстетические чувства. А если мы находимся на расстоянии, это именно эстетические чувства. Если вы понятно, что мы под нее попали, это чувство не эстетического. Чистый физиологический страх. Если не считать физических повреждений, которые можно получить. Если мы наблюдаем, как сейчас на этом снимке, с расстояния, то это возвышенное. однако это любование тем, что формы не имеют. И наконец, третье, самое главное в Британии фигура, мыслитель, который, в отличие от предшествующих двух, актуален полностью сейчас, это действительно уникальная фигура, это Адмунберг. И его работа «Философское исследование относительно возникновения наших понятий о возвышенном и прекрасном». Уже в этом названии, которое, заметьте, работа 1957 года, он ее написал примерно в 19 лет, может быть, в 18,5. Он считается основателем идеологии консерватизма. То есть это классический консерватор. но ранние его работы являют скорее революционный потенциал, чем потенциал консервативный. Само название выворачивает эстетику с ворот на выворот. То есть такого названия раньше быть не могло. Знаете, в чем здесь проблема или не проблема или ее решение с точки зрения веркает, конечно, решение. слово наших. То есть он утверждает, что прекрасные возвышенные не существуют сами по себе, о чем спор был многие века. Многие века и прекрасное возвышенное было где угодно. оно было в идее, оно было в воге, оно было в предмете, только его где не было, его не было в наблюдающем. Берк говорит о том, что прекрасное возвышенное это определенный эффект, это то, что есть в наблюдающем зоре. В самой лавине ничего возвышенного нет абсолютно. возвышенное это то чувство, которое она на нас оказывает, то чувство, которое в нас вызывает, тот эффект, который она на нас оказывает. Правда, для мягко прекрасное и возвышенное являются взаимоисключающими, но это опять же весьма смелый и важный революционный жест, чтобы наконец-то их перестали отождествлять. Сейчас мы так не считаем, но тогда это было очень нужно, чтобы показать, что в общем-то это совсем разные вещи, что никакие перемычки между ними невозможно. Соответственно, если прекрасное может выражаться, допустим, в живописи через чрезмерное высветление, чрезмерное затемнение, то есть даже работы типа Караваджо, где затемнение доведено до предела, и лишь маленький луч света может выхватывать фигуру, тем не менее они прекрасны. Возвышенное же это где что свет, что тьма используются для стирания очертаний предметов. Это очень важное нововведение, то есть получается если для святоотеческой традиции то, что не имеет формы, это собственно ужасное, а то, что не имеет формы и ужасное оно не существует, то есть то, что не дано в виде формы, его в общем-то просто нет. оно растворяется, оно исчезает. Для белка же как раз то, что не дано в виде формы и относится к категории вожезвышенного, которую очень часто сопрягают с ужасным, хотя это иная эстетическая категория, это ужасное, которое доставляет определенного рода восторг, вызывает нас определенного рода восторг. Он пишет, что прекрасно может быть затемнено или подчеркнуто светом. Вы как раз видите работу Караваджо, где мы видим высветленную фигуру нарцисса и затемненную его же фигуру в отражении. И тем не менее это ни кое мере не мешает ей быть прекрасной. А возвышенная же это были бы скорее вот такие работы, типа белая на белом до черного квадрата. Это принципиальная революция, принципиальное переосмысление прекрасного и возвышенного, которое имело важнейшим следствием философа уже континентального, которого вы все знаете обязательно, которого нельзя не знать его звали Милл Кант. И вот третья ключевая критика посвящена как раз проблемам эстетики это критика способности суждения. Как видите она по времени достаточно серьезно отстает от работ Берка середина 18 века конец 18 века. Кант не противопоставляет прекрасное и возвышенное. И для того, чтобы понять, почему он это не делает, как это сделал Берк, и какие у этого основания, потому что прекрасное и возвышенное сейчас по-прежнему существует, так или иначе, в кантианском измерении, нужно знать собственно основной вклад Канта, то, что он делает в критике чистого разума, это его знаменитые антиномии чистого разума. Что это за антиномия? Он берет как раз пары противоположностей, которые были базовыми для метафизики его времени. Ну, например, такая идея, как начало. Есть ли у мира начало, или его нет? И показывает соответственно, что в общем-то можно весьма умело доказать как одно и так и другое. После этого берет следующую проблему, состоит ли все из простейших частиц, или наоборот в мире не может быть ничего простого. И тоже показывает, что в общем-то можно доказать как одно, так и другое. После этого ставит еще одну важнейшую проблему в наличии свобода воли. Существует ли свобода? Или все подчинено только причинности? Ну, и четвертое, понятно, речь идет о 18 веке, это проблема сущности, как он говорит, то есть проблема Бога. Если существует или Бог, или его нет, и показывает блистательным образом, что доказать можно как одно, так и другое, чем все эти вопросы снимает. Все эти вопросы снимаются ввиду того, что они оказываются невозможным решением. Значит, и ставить их бессмысленно. Таким образом, если Кант занимается по сути развенчанием противоположностей, то, в общем-то, понятно, что прекрасное и возвышенное, которое он вводит как основу эстетической мысли, противоположностей для него не должно быть. Прекрасное Кант определяет как чувство удовольствия, связанного со страхом. То есть это уже не ужасное, ужасное эстетическое категории, он просто соприкает его со страхом. И обратите внимание, в 90-е же годы появляется весьма интересная фигура, может, даже чуть раньше, да, кошмар 81-го года Фюсли, но все равно конец 19-го века, то есть оно современно Кант то есть это живопись, которая начинает эстетизировать эстетизировать именно ужас. У Фюсли достаточно много подобных работ, самое страшное из представленных фигур, как вы видите, это та, которая неявлена, та, которая за занавесом остается, и как раз это хорошо отсылает к идее бесспорбенного, о которой я уже говорил, то есть страшно как раз лошадь, и этот карлик страшнее скорее лошадь, которой мы не знаем, что дальше с ней, может там только голова от лошади, да, и еще страшнее фигура, которая в общем-то неявлена совсем. Соответственно, Микасмы по Канту связываются с формой объекта, тут он ничем не отступает от своих предшественников, а возвышенное, он не говорит о том, что оно обязательно бесформленное, он говорит, что оно может быть представлено в бесформленном объекте, чего не может быть относительно прекрасна. То есть они противоположны являются только по одному пункту, который не является центральным, для одного, точнее, для одного является центральным, для другого нет. Вот в чем важно. происходит злого рода смещение, они не по прибору этого поставленного. Приведу цитату из Канта. Прекрасное в природе относится к форме предмета, которая состоит в ограничении. Напротив, возвышенное может быть обнаружено и в бесформленном предмете, поскольку в нем или в связи с ним представляется безграничность, который, тем не менее, премысливается ее потальность. Таким образом, прекрасное служит по-видимому для изображения неопределенного понятия рассудка и возвышенное для такого же понятия рассудка. Что касательно прекрасного по Канту? Кант говорит о том, что вообще эстетическое удовольствие у нас эстетическое удовольствие от прекрасного в частности а это незаинтересованное удовольствие от представленного предмета. То есть эстетическое это то удовольствие, которое мы получаем в незаинтересованном виде. Напомню, примерно то же самое высказывал Фома Атринский о бескорыстном. То есть эстетическое – это бескорыстное созерцание. Сейчас это можно поставить под очень большие сомнения, начиная с психоанализа, начиная с 20-го столетия. Но на протяжении 120 лет, вплоть до выхода базовых работ Фрейда, а я бы сказал даже 150, потому что Фрейд этими вещами в меньшей степени занимался, скорее, мы должны вести речь о Лакане, то есть в середине 20-го века. Начиная с середины на 20-го века, всяческое желание, в том числе и желание, направленное на эстетизированный объект, оно будет, конечно, заинтересовано, оно не может быть заинтересовано. Иначе мы просто не его смотреть не будем. Вам любой рекламный дизайнер это подтвердит. То есть если никто не будет просто любоваться, чем бы то ни было, если его в этом ничего не привлекает. Что касательно прекрасного в позиции Канта? Кант весьма интересно вводит различия. Он говорит о том, что эстетично только то приятное, которое отсылает к отсутствующему объекту. То есть, например, сам по себе цветок, который мы сорвали, который можно понюхать, он не является прекрасным. То есть этот опыт он называет приятным. Это сам по себе объект. В то время как изображение цветка, которое нельзя понюхать, нельзя потрогать, да, это изображение отсутствующего предмета, это и является прекрасным в точке зрения Канта. Он вводит три различных категории возвышенного. Первое возвышенное – это математическое возвышенное. Я его именую грандиозное. Чтобы нам было понятнее, что речь идет не о математике, речь идет о превозможении в размерах. Нечто сверхбольшое. Но в данном случае сам Кант приводит в качестве примера египетские пирамиды. Они производят впечатления, потому что они огромные. Если бы они были очень маленькие, то, в общем-то, они вряд ли бы производили какое-то впечатление, потому что это простейшая форма. Получается, в данном случае, если иронизировать, то туда может попасть вся книга Льгорода Биннеса. Ну, или, по крайней мере, тот блок, который относится к произведениям искусства. Самая большая статуя, самый большой сапог, самое большое здание и так далее, самая высокая башня – это будет производить именно математический эффект возвышенного, потому что оно больше, чем то, что можно было бы вообразить. Ну, оно крупнее. Следующая часть возвышенного, да, следующая его разновидность – она сопрягалась Кантом с динамикой, то есть силой. Получается, та сила, которая несоизмеримо превосходит нашу. Она внушает страх, но тут опять Кант ссылается на свой эстетический эффект, то, что страх внушает только наличие предмета, а если он отсутствует, то мы будем не страх чувствовать, а уважение к нему. На самом деле, там несколько раз происходят в работе эти подмены. То есть он всё то говорит, что, в общем-то, изверляющийся вулкан – это возвышенное, то говорит о том, что, в общем-то, если это именно не изображение, а сам предмет вулканности, то это, в общем-то, не эстетическая категория, это категория непосредственного страха. Ну, то есть вполне возможно, что это проблемы с переводом, я в «Коннике» на немецком не читал, но, в общем-то, там такая нестыковка своего рода встречается. То, что эстетизируется то отсутствующий объект, то, в общем-то, приводятся примеры вполне объекта наличествующих. Ну, например, как пирамиды. Встреча идет уже не о гравюре с пирамидами, она навряд ли будет производить какое-то сильное впечатление. Речь идет о самих пирамидах, конечно же. А здесь же он опять ссылается на отсутствие и говорит, что если нечто пугающее наличествует, то оно вызывает страх. Если нечто пугающее представлено в виде рассказа или изображения его, то оно вызывает уважение определенного рода. Уважение к величию этой силы. И это и будет динамическая форма возвышенного. То есть то, что пугает свои силы. То есть если бы мы сейчас находились в этом маяке, в общем-то, в этом ничего возвышенного не было абсолютно. А посмотреть на фото или на видео, в общем-то, это и есть возвышенное, динамическое возвышенное. Кстати, именно оно получит наибольшее распространение, не математическое. Математическое, в принципе, не уходит далеко за пределы величественного. Такую импульс, я могу помыслить. Относительно динамического возвышенного есть совершенно потрясающая кинолента и роман. Это два в одном, потому что два шедевра. Это автокатастрофа. Это роман Джеймса Балларда, который тот же Багрияк считал чуть ли не одной из ярчайших книг конца 20 века. И великий фильм Дэвида Громанда. Да, да. Собственно, наверное, одна из самых важных кинолента. В мире, в котором уже фактически лечат все, где люди фактически не работают, то есть такое общество именно постисторическое, в котором, по большому счету, мы сейчас и находимся, человек начинает преклоняться и поклоняться тому, что может его уничтожить. А уничтожить его в этом мире может только автокатастрофа. И она начинает инициироваться, она начинает обыгрываться. То есть человек изо всех сил пытается в нее попасть. Потому что это и есть чувство вот этого возвышенного. То единственное чувство, чувство доведенное до предела, которое еще можно ощутить. Все остальное уже просто мертво. Советую посмотреть и прочесть. Книга с фильмом совсем в разной эстетике выдержана просто. Но, прежде всего, фильм. Фильм о большей штере. Лично, на мой взгляд, это тот случай, когда экранизация превосходит фильма. Все-таки Валвард, он очень хороший писатель, но это в принципе просто писатель фантаста. А Дэвид Кроненко как абсолютный классик современного кинематографа. То есть здесь очевидна разница. И, в общем, это редкий пример, который... Кинолента была показана на Каннском кинофестивале с дичайшим скандалом. И только то, что, в общем-то, во главе жюри Копова дало возможность этой ленте получить хотя бы специальный приз. Специальный приз за смелость. Можете себе представить, что нужно снять, чтобы получить приз за смелость на Каннском кинофестивале? Где, в общем-то, никого, кроме наркоманов, разбившихся семей, то, что, в общем-то, вы знаете, по классическому арт-хаусу, там, в общем-то, только это в основном и показано. Но этот фильм шокировал. И шокировал больше, чем антихрист три года. Самое важное на выведение Канта относительно белка, это то, что он говорит, что возвышенное и прекрасное не антагонисты. И он это доказывает следующим. И то, и другое способно нравиться само по себе. То есть, у них есть совершенно определенное общее свойство. А значит, они не могут быть именно взаимовысключающими. То есть, прямо противоположны. Третий идеал возвышенного – это моральное возвышенное. Соответственно, это этический пример или подвиг. Таким образом, Кант не просто вводит новую категорию, он ее детальнейшим образом структурирует, позволяя внутри нее тоже ориентироваться. Ну, и наверняка вам всем знакома фраза, которая как раз высказана в критике способности суждения, она актуальна и легитимна по сей день. Это «возвышенное движет, прекрасное принято». То есть, достаточно ее запомнить, чтобы хорошо ориентироваться в современной эстетике. Если только, конечно, понимать, что и каждое из этих слов знаешь. С исключением того, что в этих словах в каждом из них мало что понимает, да, в общем-то, сама по себе фраза достаточно структурирована. Так вот, что такое пленит? Плен, а заметьте, в русском языке это очень хорошо обыгрывается, да, то есть плен, это, в общем-то, заключение, да, это в том числе и, то есть так, отсылает, во-первых, к военным действиям, да, и к взятию заключения, к скованности. Что есть этот самый плен? Это то, во что мы погружаемся, то, что дано сразу же. То есть, на самом деле, здесь речь идет о синхронном измерении времени, о блок остановки, о зависании. То есть, это очерченность формы во всех смыслах. То есть, форма не меняется даже в условии времени, потому что время остановилось. Ну, в данном случае вы можете представить себе любой, там, какой-нибудь красивый пейзаж, какую-нибудь картину типа Шишкина, и вы поймете, вот это прекрасно. Оно было в своей форме, это остановившееся время, которое нас завораживает и которое мы воспринимаем именно, то есть, в наивысшей его форме восприятие происходит через установку. Вот это и есть прекрасное его действие. То есть, Камп улавливает очень-очень важную вещь. То, что это не просто, вот это у нас вызывает ужас и отвращение, а вот это прекрасное, оно нас радует, он показывает, каким образом в нашем восприятии это происходит. Прекрасное, это остановка, да, это синхронность. Это пролиан. Возвышенное же, оно, как вы видите, движет. Что это за движение? Это, прежде всего, движение времени. То есть, диагроническое измерение, в отличие от синхронного данного. То есть, это отсутствие оформленной данности. То есть, движение, что такое движение? Это развитие. А развитие, это и есть отсутствие формы. Вот он, что улавливает. То есть, сама по себе эта же самая лавина в любой момент остановившегося времени форму имеет. Но остановившаяся, она не производит, на самом деле, впечатления. Она производит впечатления даже на фото, потому что мы знаем, что оно движется. Вот в чем дело. То есть, возвышенное движение, это, например, буря на море, да, восприятие бури на море и изображение бури на море, потому что мы знаем, что это дано в динамике. Вот в чем дело. Мы считываем это как динамическое, как движение. Мы не останавливаемся. То есть, точки остановки нет. Происходит мощнейший, через идентификацию с персонажем, естественно, сопь или желание в движении. Например, если мы стоим и смотрим на корабль в шторм, это вот как раз и есть это самое возвышенное. Но, заметьте, если мы находимся на этом корабле в шторм, это ужасно. Не ужасно, как эстетическая категория, а я бы сказал, что это ужасающе или страшно? Пугающе. То есть, это просто как некий физиологический рефлекс, да, то есть вам нужно спасаться, выживать. В этом и есть принципиальное размежевание эстетической категории от страха и ужаса, которые мы воспринимаем в мире. Это не то же самое. То есть, люди, например, смотрят хорроры, да, фильмы ужасов, у них большое количество фанатов. Они, естественно, в той или иной степени пойдут по возвышенному, как пугающее. Но мало кто бы захотел оказаться в ситуации хоррора. Это совсем не то же самое. Понравится? То есть, если пользоваться терминологией Дугина, то получится один, то есть дионисийский дискурс, а другой киберический, от богини Кибелы, богини, убивающей своих детей. То есть, в одном случае экстатическое движение, в другом случае это просто страх, ужас и разрушение. Ну, приведу пример. Вот прекрасное, классическое. Это не значит, что прекрасное резко перестало существовать с момента появления возвышенного. Нет, запросто существует. Это все идеи. Картина представляет девушку, она дана в полностью взримой форме. Ах, мы видим льющуюся воду, но на самом деле льется вода или не льется, не имеет никакого значения. То есть, то, что она дана в срезе, в синхронном измерении, это и есть ее привлекательное свойство. Это целая вода колонна, на которую опирается эта картина. Она полностью нас погружает в себя, она останавливает время. Это прекрасно. Здесь нету конфликта, нету движения. Возвышенное же в это же самое время. У Фридриха в огромных количествах будет представлено. Что здесь возвышенного? Здесь не только то, что изображено, по сути, кладбище, погост, а сам по себе собор уже не имеет формы, потому что он дан в динамике, он стареет и разрушается. Не только картина сама затемнена настолько, что внизу практически ничего не видно. На самом деле, на самой картине это чуть-чуть посветлее, чем вы видите. Здесь смысл идет в том, что изображаются в огромных количествах руины. То есть, тот, что разрушается. То форму чего изначально, то есть этого грамма, мы восстановить уже не можем. Это не просто часть отвалившаяся, которую легко можно восстановить в памяти. Это та часть, по которой целый уже не восстанавливается. Вот в чем дело. И здесь мы как раз и приходим к эстетике романтизма, которая вплоть будет зависима от возвышенного, именно прекрасного, но в меньшей степени представлено. Обычно то, что в романтизме у нас представлено в виде прекрасного, это либо бидермеер, который одновременно существует, либо так называемый классицизм 19 века, который тоже никуда не делся. То есть, классицизм, который в виде академизма и консерватизма, в общем-то он по большому счету и сейчас существует. То есть, он тоже никуда не делся. Другое дело, что его позиции уже не те, которые были в 17 столетии. В данном случае Фридрих эксплуатирует именно динамическую форму возвышенного. То есть, это сила времени представлена. То есть, которая вызывает в нас страх смерти. Вот на чем играет, на какой эмоции играет Фридрих в своих работах. На самом деле, я привожу самый известный. То есть, у него можно такого беспрецедентное количество найти. Да, раньше тоже что-то подобное найти можно было, но не в таких количествах. И еще одна. И еще. И еще. Там этого просто колоссальное количество. Это еще и металл, который посветлеет. И у нас есть проблема определения Фридриха, да, если совсем затемнен, он просто как малерича, где течет на автокарстанском. Хотя он, конечно, возвышен, но в общем, как видрих такого еще не делал. И на этом, собственно, основывается эстетика романтизма, которая связана с весьма интересной проблематикой. Я вам ее разберу так, как это делает Славой Жижик в своей книге «Чума фантазии». Славой Жижик известный очень философ, культуролог, как раз образчик блистательного анализа современных медиа, современного кинематографа, который активнейшим образом применяет методологию Лакана как раз в такой мысли, которая, с одной стороны, революционная, яркая и философская, с другой стороны, в общем-то, доступна для каждого. То есть Жижика называют, естественно, иронично Галвисом современных философских. Так вот, что говорит Жижик? Жижик говорит о том, что трагедия в классицизме зиждилась, но на факте утраты. То есть то, что наличество, это значит, чего присутствовала форма. Оно исчезает, и отсутствие вот этого наличествующего не является фактом трагедии. В качестве музыкального аналога, то есть возможно даже в каком-то смысле символа классицизма, можно привести оперу Блюка, Орфея и Вредика. То есть в данном случае наличество у Орфея и Вредика, в том же Вредика исчезает. Да, оно умирает. И это и есть факт трагедии. После чего он спускается воид, да, и в общем-то она исчезает там повторно, уже по его мнению. Но, как и положено в классической Орфеи, в общем-то в конце ему ее вернули. Но, что в общем-то делало ее не трагедийно. Отсутствие совершенно конкретного человека, предмета или даже ситуации. Это все понятно. И на самом деле это и есть измерение прекрасного, которое разрушается трагическим. Относительно романтизма. Все происходит совершенно по-другому. И тут классический пример. Это знаменитый цикл Роберта Шумана «Любовь к поэту». В чем трагедия этого цикла? В конце этого локального цикла мы узнаем о том, что, в общем-то, возлюбленная главного героя, она уходит замуж и, в общем-то, ему надеется больше понажет. Но, проблема, в отличие от Орфея, в том, что у него ее никогда и не было. То есть, там есть какие-то намеки на то, что он так или и сяк проинтерпретировал какой-то ее взгляд, что, в общем-то, может быть, ему и можно надеяться на взаимность, а может быть, ему просто так кажется. Мы этого не знаем. Но, то есть, в данном случае речь идет о том, что утрачивается надежда на возможность заполнения пустоты. Утрачивается не что-то, имеющее форму, а то, что формы и не имело. Вот в чем дело. Вот это и есть возвышенное. То есть, в качестве фактора разрушения, естественно, и там, и там мы имеем трагическое. Но, в качестве самого, самой надежды, в одном случае эта надежда была связана с обретением, в другом случае она была связана с самой надеждой. Ну, то есть, если в данном случае она замуж не вышла, то вполне возможно, что она и так была принято. То есть, можно же надеяться по-прежнему? До смерти можно надеяться, надеяться последним летом. То есть, получается, здесь это утрата только того, чего и не было. Вот в чем дело. Тут примеров миллион. «Алостор» и того же самого «Времени», кстати. Там, в общем-то, аналогичных произведений миллион. А весь романтизм на этом держится. То есть, нерв романтизма держится как раз на ином типу утраты. На утрате и, в общем-то, того, чего и нет. А что происходит еще в это время? В это время начинается экспансия готического рассказа, да? Ужаса в литературе. Если до этого он ясный возникал, то возникал, скорее, в такой гротескной форме. Либо в специфической литературе. Так скажем, всякие дьяволы, там они возникать могли в виде наставления. То есть, в литературе исключительно богословского толка. То есть, в качестве запугивания, в общем-то, не эстетизирующегося. То есть, в этой чертовщине ничего эстетизированного не было. А здесь же происходит целый блок. Он создается ключевых произведений, где разрушение или вторжение чего-то ужасающего инородного именно эстетизируется. Ну, вы все знаете, по крайней мере, два этих произведений. Это «Ланкетштейн и Решели» и «Падение дома Ашеров». Хотя у «По» можно, конечно, огромное количество привести. Туда же можно добавить и Дракулу Брэма Стокера, туда же можно добавить и весь блок готических рассказов, который именно в это время пышным цветом расцветает. То есть, в 19 столетии. Ну, и всем известны вещи типа «Страшные истории доктора Джеккила» и «Вистера Хайда» Стеренца. То есть, происходит наслаждение ужасным. Ужасная эстетизированность. Естественно, в данном случае речь нужно вести скорее не эстетическая категория ужасного, а потом страхи, наслаждение страхом, которые мы прописываем исключительно точно по возвышению. То есть, в принципе, можно использовать всего две эстетических категории – «Развышенная» и «Прекрасная». С определенной толикой опасения сюда же можно отнести и нео-готическую архитектуру. То есть, дело в том, что такая архитектура не исчерпывается своей формой. Возможно, впервые. То есть, эта форма как пытается воссоздать то, что утрачено. И пытается она воссоздать не просто то, что утрачено, а то, чего, в общем-то, на самом деле, как мы знаем никогда и не было. То есть, она воссоздает миф утраченного прошлого. Я вам уже показываю эту постройку, правда, с одной стороны. Это Лох-Файн. Это, как считается, первый в истории нео-готический замок. Это середина 18-го века. Как видите, он в полном объеме воссоздает то, что, в общем-то, можно было явно прописать в качестве литературного текста. Здесь с ним должны ассоциироваться призраки, ведьмы, рыцари. Здесь дело не в форме постройки. Она выражает нечто иное. А если она выходит за пределы своей формы, то, естественно, она возвращает. Здесь, так скажем, ее эстетический эффект не задается в единовременности. От произведения искусства, в данном случае от замка, исходит определенная интенция, которая ждет от нас реакции. Включимся мы в эту ситуацию игры, да, игры со временем или нет? То есть она выходит за свои рамки. Любопытно, что в эту же игру начинает играть и религия. То есть в неоготическом стиле строится большое количество церквей. В данном случае, скорее всего, это некая отсылка в век, который считается веком утрата религиозности. Да, сначала Гейгель сказал, что Бог умер. Гейгель никто не услышал. Потом Ницше тоже самое сказал. Ницше уже услышали. Ну вот. И естественно, в это время церковь пытается воссоздать, восспроизводить такие постройки, во времена которых, как якобы, был ее золотой век. Когда, в общем-то, все верили, когда были крестовые походы, когда жили леден. В общем-то, все шло хорошо. Вот примеры неоготических церквей. Я подобрал специально те, которые в наибольшей степени отвечают нашим вопросам. Потому что неоготика, в общем-то, разное бывает. Бывает еще и псевдоготика, которая вообще веселая, особенно русская. Здесь это храм Святой Людмилы, вот там. Это Прага, вот. А это у Уэллси Святого Марка церковь. И то, и другое, это у нас вторая половина, вернее даже конец 19-го века. 70-е, 90-е годы. Любопытно то, что на самом деле, начиная с 18-го или в большей степени даже 19-го века, так как акт высказываний никогда не совпадает с содержанием, это уже начинают, так или иначе, предчувствовать. Это еще не рефлексируется. То есть это не описывается. Впервые это начинают описывать Лаком. Ну, отчасти может быть Фрейд. Скорее у него уже заднее число. Доковорок. Тем не менее, чувствовать это уже начинают. И поэтому, по большому счету, так скажем, прекрасного в искусстве становится все меньше и меньше. То есть не потому, что его не создают. Создают только в больших количествах. А потому, что в любом произведении прекрасного сама форма его восприятия расщепленным субъектом может быть двоярна. То есть мы можем в него погрузиться и попасть в этот самый плен, который нам завещал Декарт. А можем остаться со стороны взглянуть. И отрефлексировать само наше погружение. И в данном случае, естественно, само то произведение останется прекрасным. А то чувство, которое мы от него получим, в общем-то, прекрасно выглядит. Будет стоять и по категории возвышенного. Потому что, в общем-то, сами понимаете, каково я быть и я. Достаточно страшно. И если вы с помощью произведения искусства любого, будь то прекрасного или возвышенного, этого замечаете, то, в общем-то, это достаточно пугающее ощущение. Безусловно, отличить прекрасное от возвышенного в произведении искусства не очень сложно. Особенность речи-то это 19 веке, а не 20-го. Но тот эффект, который на вас окажет это произведение, уже, по большому счету, не управляет. А, как вы помните, из Бевка прекрасный и возвышенный не само произведение, а именно эффект. Та же самая картина – это просто определенные краски, наложенные определенным образом. Ничего другого, а музыкальное произведение – это определенные колебания воздушной среды. Ничего иного. То, что мы их воспринимаем как некую стороннюю конструкцию – это, в общем-то, исключительно наши психологические линии. Факт. То есть, раньше, получается, искусство прекрасного создавалось во многом для того, чтобы именно препятствовать разрушению времени. Вот в чем дело. Классика архитектуры для архитектуры фигуры – вообще одна из самых ключевых принципов истории. Это Андреа Палладио и его знаменитая Нила Родонда. Идеальная симметрия со всех сторон, что, в общем-то, и говорит о синхронистическом измерении. Она дана сразу же. И в данном случае, почему появляется и закрепляется в истории искусство такой термин, как «вечное произведение», «произведение», то есть «абсолютная классика» и так далее. То есть, то, что пытается сопротивляться времени, то, что остается неизменным целого века. Она все истекает, все утекает, а это остается и свидетельствует о том, каково было жить и мыслить в ту эпоху. Все радикальнейшим образом меняется после Декарта и в 20 веке мы наблюдаем, когда сам факт старения заранее замысливается в постройке. То есть, постройка должна отражать факт ее старения. Это Корбюзье. Не просто Корбюзье, это в содружестве с Ярисом Ксенакисом, одним из крупнейших композиторов второй половины 20 века, который был в двух ипостасях до еще крупных века. Это знаменитый монастырь во Франции, одна из поздних построек Корбюзье, который выполнен полностью из бетона в эстетике брутализма. И для Корбюзье бетон, естественно, обладает совершенным качеством, он быстро стареет. То есть, он постоянно изменяет свою окраску. Как он говорит, что это прекрасное, оно нечеловечное. То есть, то, что мы видим в глянцевых журналах фотографий, в общем, таких людей не бывает, это мертвый человек. А человек, это тот, который стареет, тот, у которого есть морщины, у которого есть определенные оседины или еще что-то. И таким идеальным материалом, который подчеркивает процессуальность, то, с чем боролись изо всех сил раньше. А для Корбюзья становится бетоном. Он дает микротрещины. Он постоянно изменяется в смысле его окраски. И он изменяется необратимо. Это очень важно, понятно. То есть, и в данном случае эти микротрещины никаким образом не влияют на прочность конструкции. Она железная доля. Там аромат все равно держит. Постройки Корбюзья прочные, они крепкие, они ничуть не уступают постройкам предшествующих. Скорее, они их превосходят в этом смысле. Но, в отличие от предшествующего, где пытались сохранить все внеизменности, это то, что подчеркивает процессы. И, естественно, архитектура, понимаете, это уникально. Почему? Потому что архитектура, для архитектуры сложнее всего стать возвышенной. Вот в чем дело. Знаете, там для литературы, для живописи, для поэзии там проблем ноль. Для музыки тем более. Для архитектуры, которая связана с проблемой формы, в зримом обличье. А возвышенная – это всегда проблема. Корбюзья это облистательным образом решает через превращение постройку в процесс. Или, например, вот такие дома. Это относительно недавно. Они веншают, они становятся ужасающими. Почему они ужасны? Тут, на самом деле, в принципе, ничего уже ужасного, если подходить объективно. В этом стареющем бетоне нет. Наоборот, красиво различные стокастические или алеопорные, как бы сказал Валерия, элементы появляются. Почему это производит такое впечатление отталкивающее? Потому что оно не намекает на смерть. А оно намекает на необратимую силу времени. А это как раз по-возвышенному идет. Вот что улавливает Корбюзье уникального в возможностях своего гидроискуссного архитектуры. Если постройка ставится быстрее, чем ставится человек, она показывает ускоряющееся время. Она показывает его неумолимую силу. Значит, это демонстрация не слабости, а совершенно уникального потенциала, совершенно уникальной силы, которая не представлена в этой постройке, а значит, это категория возвышенного. Его послойка отсылает не к себе, а к себе явлению. Вот чем она производит впечатление. Вот чем делает. И тут нужно было порассуждать на одну весьма интересную тему, которую особенно активно эксплуатируют сейчас. Это проблема жизни и смерти, которую пытаются решить очень забавным методом. То есть, такие мне выводы попадались сплошь. Выводы такие приводят очень многие люди на форумах. Но, в общем-то, как вы поняли из прошлого нашего занятия, зона публичной речи, она является лакмусовой бумажкой для общества. То есть, нужно не столько философов, так читать. Нужно читать форумы, читать блоги, но читать их не в смысле включенности, а в смысле реплексии, а в смысле анализа, что там происходит. И это важно. Дело в том, что там приводится достаточно наивное решение проблемы смерти. О том, что, в общем-то, смерти не существует. По той простой причине, что все и есть жизнь. Вот, например, там, тело, когда разрушается, изднем в том, что другое растет. Оно выделяет энергию определенное количество. И, в общем-то, процесс жизни, он бесконечен. Ну ладно. И, значит, в общем-то, беспокоиться особо нечего, да, потому что, в общем-то, жизнь продолжается. В этом есть одно ключевое момент, который, в общем-то, упускается. Ключевой момент заключается в следующем. Что, если мы понимаем жизнь как бесконечный процесс изменения, а это правда, это так и есть, то мы являемся не тем, что представляет жизнь, а мы являемся агентами смерти. Почему? Потому что мы пытаемся сохраниться такими, какие мы есть. То есть, распав нашего тела – это и есть жизнь. То есть, мы выворачиваем, переворачиваем местами эти понятия. От этого происходит вся путаница. Потому что жизнь мы принимаем как изменение, смерть как остановку этих изменений. Но, когда мы говорим о человеке, мы понимаем это прямо противоположным образом. То есть, он живой, когда он сохраняет свою идентичность. И он мертвый, когда он разлагается, когда он перестает улететь. И более того, часто даже применяют такое понятие, что, типа, человек умер еще до смерти. То есть, что это значит? Это значит, что он изменился относительно предшествующей своей идентичности. Он ей изменил. Боролся, допустим, за права, потом стал диким консерватором. Но, как раз, именно изменение и есть жизнь. Вот в чем дело. А смерть – это, на самом деле, сохранение чего бы то ни было внеизменности. Таким образом, на самом деле, если помыслить в таких категориях, то возвышенное – это и есть жизнь. Оно демонстрирует нам силу метаморфозы, силу движения, силу динамики, которая выходит за наши зримые пределы во всех отношениях. И оно началось раньше, закончится позже, чем мы. А прекрасное – там не случайно Кант употреблял слово «плен», да, но пленит. Оно, в общем-то, убивает. Это остановка. Это остановка символичная смерти. Только здесь нужно опять понимать, какой смерть. Понятно, что возвышенное как раз и демонстрирует нам страх смерти. Но страх смерти в обычном ее понимании, а не страх смерти в понимании, допустим, того же самого Фрейда. То есть, если вы посмотрите у Фрейда, что есть влечение к смерти – это как раз попытка преодолеть развитие, это остановка. Фрейд, в данном случае, говорит примерно в тех же измерениях, которым я это преподношу вам. Другое дело, что эти работы читаются замечательно и понимаются наоборот. Потому что мы привыкли, что смерть – это, в общем-то, разложение, это труп. Труп – это жизнь. И вот мы метаморфозы, и он продолжается. Более того, оно становится значительно более стремительным, чем тогда, когда мы поддерживали свою идентичность, да, когда мы пытались сохранить ее в неизменности. То есть, в данном случае, Корбюзю абсолютно прав, что самая человеческая постройка – это как раз постройка, которая ставится быстрее человека. Внешне. Она подчеркивает эту определённую. Форма должна была быть электричной, эстетичной. Она поддерживалась, как и были, в неизменности. Её приводили в порядок и так далее. То есть, их красили. В общем-то, чтобы всё показывало, демонстрировало незыбленность, господство человека над временем. По крайней мере, в акте творческом, в акте воплощения произведений искусства. Совсем иное удовольствие демонстрирует нам даже не удовольствие, а наслаждение. Это современные многие постройки, которые прекрасны именно своим безобразностью. Они возвышены в полном смысле этого слова. Это те постройки, которые, в общем-то, целиком по форме сложно словить, хотя многие из них возможно. Но они вызывают совсем умные чувства. Не чувства гармоничности, а чувства некой тревоги. Например, Хрущёвки. Например, Хрущёвки. Хрущёвки – это самый эталонный образец возвышенного, которые стали таковыми по нему. То есть, это не в смысле шедевр архитектуры. Это такой же шедевр, какой описывает Кант, когда говорит о Дури. Он говорит, что нечто стихийно ставшее воплощением идей возвышенного. Здесь, в случае, я вам показываю не хрущёвку, а действительно известную постройку у нас, которое, в общем-то, производит ужасающее впечатление. Правда, сейчас вы уже так не посмотрите, его, к сожалению, не покрасили. Его привели в порядок. Это тоже мы говорим о попытке закрыть, замазать. И здесь нужно развести ещё два очень важных понятия. Это наслаждение и удовольствие, которые очень часто будут. Дело в том, что наслаждение, по большому счёту, это разрывание. Это выход за пределы то, что, в принципе, можно было бы назвать болью. Острый стыд, боль. Другое дело, что эта боль может быть прочитана нашим мозгом как нечто приятное. В данном случае наслаждение – это всегда некая трансгрессия. Это выход за пределы и выйти за пределы слишком далеко на самом деле нельзя. Нас просто порыют на кусочки. Вот что есть наслаждение. То есть оно безгранично, и мы нащупать эту границу нельзя. Эта граница лежит за пределами человеческого измерения. Правда. Удовольствие же – нечто прямо противоположное. Удовольствие – это когда ни снаружи, ни изнутри, и вам, в общем-то, ничего не мешает. Это овощеподобное состояние, где вас ничего не выводит из равновесия. Очень часто то с одним, то с другим путают то, что лакан именовал прибавочным наслаждением. Представьте себе такую картину. Вы промерзли на улице хорошо, у вас перчаток не было. Вы заходите в теплое помещение, и вас начинают покалывать пальцы, а они отогреваются. Вот это прибавочное наслаждение. Почему? Потому что его пик в начале, и оно идет на спад. То есть это не нагнетение. Если бы тот же самый процесс шел в обратном порядке, это было бы наслаждение, и мы не знаем, когда оно закончится. Скорее всего, он закончится тем, что у вас руки отворятся. В обратном же порядке оно идет в сторону удовольствия, в сторону абсолютного равновесия, баланса внутреннего и внешнего. И это и называют лакан прибавочным наслаждением. Человек работает в сторону удовольствия, к сожалению, только петлей заплата. В сторону и назад. И назад. Безусловно, к возвышенному относится наслаждение. Это то, что вырывает за пределы. То, что движет, в полном смысле, в слову, по карту. А второе же, прекрасное, оно, конечно, относится к удовольствию. Оно нас закрепляет. Оно нас пленит. Оно приковывает. Если это музыкальное, то есть, не полностью погружает в себя. И погружает таким образом, что именно ничего внешнее и внутреннее нас не волнует. Это тоже важно. Очень важно. Потому что погрузиться можно и в хора. Это разные вещи. В том случае, это будет все-таки возвышенно. Руины замка, которые изображал в больших количествах Фридрих, это, конечно же, очень возвышенно. Но, то есть, руины были и на самом деле. То есть, многие из них писались с натуры. Но, в общем-то, это не сильно возвышенно. Потому что это было давно. То есть, в принципе, здесь не слишком улавливается вот это ужасающе быстрое поступь Фридрих. Поэтому наиболее возвышенным становится то, что подернуто тленом, когда подернуто тленом, что-то относительно новое. И чем он уновить, им лучше. Если что-то попадает в пределы жизни человека, и оно уже полностью состарилось, вот это производит наиболее сильный эффект возвышенного. Через страх смерти, естественно. Через динамическую категорию возвышенного. И интересно то, что сейчас таким формам просто есть числа. Вот это совсем маленькое. Видите, тут эскалаты, вещи. Пожалуйста. У меня эти торговые, Александр, могут быть спокойно столеять, как поездов. Здесь вообще целый остров, извините, но хотели просто болеть. Заброшенные новые здания сюда живут. Отличнейшим новые. Знаете, там Попеи, это, конечно, здорово. Да, руины Попейские. Это возвышенно, это замечательно. Совершенно уникальный миг, да, запечатленные динамики силы вулкана. Но еще эффектнее Попеть. Там было давно. А здесь было недавно. Особенно хорошо, если было в пределах вашей жизни. Вот это еще лучше. То есть чувства, которые вызывают эти постройки, это не ужасно. Хотя, если вы туда придете, вполне возможно, что вы ощутите не ужасно. А, то есть просто реальный страх, это уже возвышенно не будет. Но сами по себе эти изображения, которые размножаются в интернет-сети с необозримым количеством, они как раз показывают интерес к эмоции возвышенного, потому что она есть эмоция наслаждения. Это где-то под Барнаулом. Это где-то вот местные земли. Это где-то вот местные земли. А потому что, в общем-то, они строились изначально как временные, потому что настанет эпоха коммунизма, и у всех всего и так будет в достатке свое родное, мессианское обетование такое. И, естественно, эти дома составились значительно быстрее, чем те люди, которые в них жили. То есть они старели стремительно же. И, в общем-то, мы сейчас тоже можем полно наблюдать то, что, если там человеку 30-35 он считается еще молодым, а седому 30-35 человеку еще есть расходы на избирательном квартире. Понимаете? Ну или, по крайней мере, если хотите, можно сделать меньшие цифры. Да, если человеку 18, он считается молодым, а седому 18, все кобровища поднимают. А если машине 18. Понимаете? Это то, что демонстрирует время в его совершенно всепоглощающей, разрушающей форме зримо для нас. И здесь архитектура в наименее выигрышной позиции. Архитектуре это показать сложнее всего, однако способы есть. Вот так функционирует у нас прекрасное и возвышенное в архитектуре и других видах искусства после декартовского переворота. Именно в такой ситуации мы его находим сейчас. Оно сплошь, оно, наверное, даже отчасти господствует в искусстве. В следующий раз я вам предложу анализ именно примеров прекрасного и возвышенного из разных видов искусства. Потому что именно это вам нужно будет сделать к вашему зачету. То есть вы будете подбирать произведения из разных видов искусства на прекрасное и возвышенное. Сделайте их также в парапоинте. Но не годятся те произведения, которые я буду делать. То же самое уже нельзя. Аналогичное брать тоже нужно думая. Потому что если я показываю что-то художника и говорю, что это прекрасно, в общем-то соседняя его картина уже может быть вполне возвышенная. То есть нужно понимать то, что мы сегодня разобрали, а не просто пользоваться методом скопировать и ставить. Такое он очень часто подводит. Как вы поняли из ледицы нашей, которая была посвящена учению наследи Дерридая. То в общем-то копировать и ставить никогда не вставляется то же самое. Вот в чем дело. И сколько бы мы не вставляли в сотый раз, этот сотый раз будет каждый раз в сотню раз отличаться от первого. Вот в чем дело. То есть повторение означающего невозможно никаким образом. Вы можете убедиться простым достаточно примером. Можете попросить кого-нибудь записать на пленку какую-то смешную шутку или взять какую-то смешную репризу и слушать ее до дурения. То есть сначала вам будет смешно, когда вы не слышали ее еще. Второй раз вам будет уже не так смешно. В каком-то разу она начнет вас настолько бесить, потому что вы вынуждены слушать то, что уже десять раз послушали. То есть чувство будет совсем другое. Но самое удивительное, что через какое-то количество времени она снова вас начнет смешить, но не тем же самым. А он начнет смешить с самим фактом своего повторения. То есть фактом беспричинного повтора. То есть каждый раз это будет чем-то другим. Но это основано искусство минимализма, искусство бесконечного повтора. То, что повтор-то как раз и невозможен. Вот в чем дело. То есть когда повтора было мало, мы это и не считывали. Казалось, что, в общем-то, арки по типу равновешенности правого и левого в архитектуре или в живописи академизма, казалось, что это нечто асимметрия, что это нечто, в общем-то, такое повторение, которое вызывает тождество, структурирует целое. Мы уже начиная с Кандинского, мы знаем, что то, что находится справа и то, что находится слева, это не одно и то же. Его правая сильная сторона, у левшины наоборот. Хотя так как культура все-таки правоцентрична, то все-таки она будет справа, базовая. Но есть и велестность сознательная. До кого? Минимализм, за который до бесконечности клонирует что-то одно, демонстрирует, что, в общем-то, каждый раз, когда вы видите то же самое или слышите то же самое, вы слышите уже не то же самое. Вот в чем дело. И он и показывает вот эту вибрацию между прекрасным и возвышенным, потому что вы все время будете замечать через это повторение то, что это ваше «Я» смещается. Оно находится то в виде воспринимающего, то в виде воспринимающего, как вы же это воспринимаете. Во втором случае оно будет возвышенным. Есть вопросы по сегодняшней лекции? Нет? Окей, тогда в следующий раз будут примеры. По большому счету искусствоведческая лекция, не искусствоведческая, скорее даже. Ладно, до следующего. Спасибо. Спасибо. Спасибо.